Электронное голосование. На выборах в муниципалитет Ярославля на всех избирательных участках будут установлены КАИБы. Комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней. Столь массово в нашем городе они еще не использовались. Сотрудников избирательных комиссий сейчас усиленно готовят к работе с новой техникой. Для них организованы специальные учебные курсы. Подробности в следующем сюжете. Что такое КАИБы и как с ними работать, должны знать члены избирательных комиссий Ярославля. На выборах в муниципалитет эти автоматизированные машины будут на каждом из 247 избирательных участков. Поэтому учиться, учиться и учиться. Чем сейчас и занимается порядка полусотни человек ежедневно. Загружайте исходные данные с бюллетенями, которые вас раздадут. Вы сверяете те исходные данные, которые загружены на исходных данных на флешке. Судя по атмосфере, царящей на занятиях, многим учеба дается непросто. Даже включить КАИБ удается не всем. Люди приходят самые разные и по возрасту, и по роду занятий. Например, Юлия – филолог. Сложно будет в первый раз, но так это довольно-таки занятно, интересно и, я думаю, очень даже полезно. Мне уже приходилось общаться с техникой, правда, с разными другими моментами. Я думаю, что я справлюсь. Продолжительность учебы – 8 часов. По окончании выдаются сертификат. Каждый день люди меняются. Всего научатся обращаться с КАИБами более 700 человек. Учителя – московские специалисты. Они в один голос говорят о преимуществах умной техники. Бюллетени с другого участка машина не воспринимает, она их возвращает. Два бюллетени одновременно. Машина настроена в датчик двойного листа. На случай вброса бюллетеней она возвращает, считает сама, действительный бюллетень, недействительный бюллетень. И сама осуществляет подсчет голосов по какому-либо из кандидатов сколько выдают. Конечно, замечают специалисты, машины могут ломаться. На этот случай есть запасные. Всего в распоряжении города будет 310 КАИБов. Полсотни своих остальные уже завезли из соседних областей.